29 апреля в 18 часов в кинотеатре «Россия» пройдет благотворительный показ фильма Валерия Пендраковского «Бегущая по волнам». Там же пройдет встреча с режиссером фильма. Премьера картины состоялась в 2007 году. Несмотря на то, что съемочные площадки находились в Ялте, Бахчисарае и Балаклаве, в Крыму картина так и не была представлена на широком экране. Существует несколько версий киноленты. Севастопольский зритель увидит наиболее полную из них. «Бегущая по волнам» – это авторское видение нескольких произведений Александра Грина. По мнению некоторых современников, произведения Александра Грина утратили актуальность. Валерий Пендраковский это мнение не разделяет. Что у меня получилось из чувства протеста по поводу Грина, это же я не знаю. Это отсудить не мне, зрителям. А буду ли я еще обращаться к Грину? Тут вообще стоит вопрос, а буду ли я вообще кино снимать, потому что с каждым годом все сложнее и сложнее найти деньги, на что они более-менее стоящие. Валерий Пендраковский стал первым российским режиссером, который посетил Севастополь после воссоединения Крыма с Россией. Город-герой режиссер называет родным, ведь здесь он учился, в Севастопольском приборостроительном институте. С 1999 года по 2005 возглавлял Ялтинскую киностудию. Валерий Пендраковский с сожалением отмечает, что отечественная киноиндустрия переживает нелегкие годы. Есть такой писатель Проханов, я к нему отношусь по-разному, но он сказал замечательную фразу, что случилось чудо. Ну, случилось чудо по поводу присоединения или возвращения Крыма домой. Вот если случится чудо и вернется к нам наша киноотрасль, когда не 10-15% российского кино или отечественного кино будет показываться в кинотеатрах, если будет 10% голливудских и остальных наших, вот такое чудо, тогда у нас будет здесь и не одна киностудия, а и в Севастополе, и в Ялте, и будет все хорошо.